Всем привет! Это канал Military Model. Меня зовут Денис. Начнем. В сегодняшнем видео вот этой мелочевкой буду дополнять пространство кузова грузовика Leiland Retriever. Здесь представлены будут как различные аксессуары из набора рюкзаки и сумки мини-арта, оружие пехотное британское от мастер-бокса, а также, например, вот эти вот канистры, которые я взял у набора с британскими грузовиками. Это диорама-сет, в которую, собственно, и входил Leiland Retriever, а канистры от вот грузовика. По инструкции они там не используются, но на литниках есть. Поэтому 3 из 4 я позаимствовал именно для этого набора. Сейчас я окрашиваю скрутку и мешок в такой вот цвет хаки мешковатый. В дальнейшем, когда они будут на грузовике, я их немножко тонирую, каждый свой цвет, просто чтобы на этапе сборки максимально заполнить детали краской и в дальнейшем не было каких-либо незаполненных мест, я окрашиваю их сразу. В целом, такие манипуляции можно выполнять на литниках, но у мини-артовских наборов достаточно большие питатели на деталях. И при извлечении деталей из литника останется неокрашенным очень большой фрагмент деталей. У других же производителей точки соединения литника с деталями бывают настолько малы, что в целом можно окрашивать смело детали на литниках, а потом отделять их перед установкой на модель. Что придется дальше сделать? Буквально закрасить одну-две точки на самой детали и не будет видно, что какие-то манипуляции производились. Но также нужно смотреть, есть ли дефекты от литья, может быть это какие-то нестыковки при асформ на самой детали. Также сейчас окрашиваются канистры в базовый цвет. В дальнейшем после установки они также будут тонироваться и вероятнее всего на них будут какие-то следы эксплуатации. Потеки, ржавчины и может быть царапины. По краске. Что собственно касается этого грузовика, борта в нем боковые, не складные, расположены две лавки по бокам для перевозки личного состава и в передней части, где якобы можно было установить и разместить какой-то груз. В полу находятся две ниши, доступ к которым осуществляется с пространства кузова, то есть скорее всего перевозить какие-то грузы в кузове в этих местах не было нормальным и практичным, поскольку если бы понадобился доступ к нише, пришлось бы разгружать всю машину. С этого можно сделать вывод, что скорее всего грузовики Лейланд использовались по большей мере для перевозки личного состава. И сейчас я говорю именно о грузовике с таким типом кузова, поскольку на данное шасси устанавливались различные платформы. В целом, если смотрели видео про трехосные грузовики Великобритании, могли видеть различные исполнения, начиная от бензовозов и заканчивая мобильными церквушками на этих шасси. Сейчас в бой пошло. Пехотное оружие Великобритании, а именно набор от Мастербокса, и буду производить манипуляции по сборке пулемета. Пулемета Виккерс. Размещу его в кузове. Идея есть такая, что грузовичок перевозил какой-то полезный груз, может быть, бочки с топливом для ожидающей техники. И как вариант прикрытия в кузове располагался пулемет. То есть это не какая-то фронтовая боевая машина, какой-то гантрак, но все-таки против каких-то действий, может быть, партизан или диверсантов. Машина, которая замыкала колонну в целом, могла использовать пулемет в кузове. Именно по британским автомобилям такого прототипа и сюжета на фотографиях я не видел, но они встречаются у автомобилей других стран. Поэтому это будет такой выдуманный мною образ. Если такого не было, можно в целом посчитать, что в кузове просто перевозился пулемет в, скажем так, боевом положении. Собираю и окрашиваю ящик для патронов, а также резервуар, в котором была охлаждающая жидкость для самого пулемета. На пулемет устанавливаю ручки. Ранее уже была собрана пулеметная лента, а также на кожу к охлаждению была установлена проволока для имитации подачи воды. Также работа с резервуаром и ящиков для патронов также завершена. Смешав различные оттенки, получил что-то наподобие бронзового для окраски патронов в пулеметной ленте. Сам кожук охлаждения, как по некоторым фотографиям, окрасил в зеленый защитный цвет, а ствол и сам корпус пулемета будут выполнены в темно-сером таком оружейном цвете. Отчасти может быть это где-то и цвет вороненая сталь, хотя я получал его путем смешивания черного-серого, а также металлического. Тренога была установлена ранее на нашем автомобиле, а также размещены пушки, бочки. Хотел разместить их немного по-другому, но сама конфигурация посадочных мест, а также ниши в полу, которую я оставил открытой, позволила разместить их только таким образом. Ну пускай будет так. В дальнейшем дополню какой-то мелочевкой, чтобы места между ними не казались какими-то пропущенными или недоработанными. Плюс-минус примерив на сухую пулемет и рассчитав, где будет заканчиваться шланг от системы охлаждения, ставлю резервуар с охлаждающей жидкостью. Сейчас его немножко поверну, но плюс-минус размещение его будет таковым. Не знаю зачем я собрал саму раму для тента, но идея была такая, что приклеить ее на кузов пока не проводились покрасочные работы. В целом оставил неприклеенными две продольные рейки, что позволяет управиться с мелочевкой в кузове. Итак, саму установку пулемета я немного упустил, забыл включить видеозапись. И как видите пулемет уже установлен. Установлен пулемет, резервуар и ожидает своего шага установка ящика с. патронами. Сейчас в промежутке между бочками устанавливаю канистры. Они немного разбавят общую картину и создадут видимость такого небрежного захламления кузова. Мешок, на котором вероятно мог бы сидеть пулеметчик для ведения или прикрытия автомобиля с тыльной стороны. В целом на лавках можно будет разместить какой-то инвентарь или оружие, которое могли в целом оставить военнослужащие, которые перемещались в этой машине. Также из набора с скрутками и мешками я использовал одну из скруток, закрепив ее на левом борту машины и также скрутки и мешки располагаю на бочках, а также лавках для того, чтобы создать видимость фронтовой машины. В открытую нишу ранее уже был уложен мешок и сейчас располагаю один из рюкзаков. В целом, наверное, это были ниши под какой-то инструментарий, но решил заполнить различной мелочевкой, поскольку под инструменты планирую использовать нишу, которая находилась в сидении для пассажира в кабине. Сейчас после установки мелочевки также разбросаю по кузову каски, которые шли в наборе с пехотным оружием Германии, извиняюсь, Британии и буду располагать другие детали. Как видите, рама создает некоторые трудности в установке деталей, но в целом, наверное, такой план реализации в чем-то был удачно, поскольку рама установлена ровно, окрашена и имеются не поврежденные там склейкой места, которые были окрашены. Так, пулемет практически приклеен, дождался, чтобы он нормально схватился и согнул пулеметную ленту до той высоты, чтобы она совпадала с высотой ящика для пулеметной ленты. Плюс-минус позиционировали так, как это могло выглядеть и даем ему приклеиться. Вид сверху показывает, что колесо запасное как-то установлено неверно. Наверное, нужно будет переделать, посмотреть, как можно исправить, выпрямить или выкривить крепеж под колесо, чтобы оно заняло более-менее параллельное кабине размещения. Так, дополняю еще различными касками. В дальнейшем, думаю, может будет какое-то трофейное оружие или утварь. Сейчас в передней части кузова также размещаю кирку, а в нишу планирую положить кусачки. Кусачки немецкие, как будто будет трофейное, скажем так, трофейный инструментарий. Также планирую положить в эту нишу еще какие-то инструменты с немецких танков, но только потому, что они имеются в изобилии. В целом, может быть, это такой автомобиль-мародер или автомобиль, который собирал трофейное оружие и инструменты. А на этом такую вот сборку наполнения кузова на сегодня буду заканчивать. В принципе, работа осталась за малым. Дополню еще какой-то мелочевкой. Добавлю пигмента. А на сегодня на этом все. До новых встреч и пока! Субтитры создавал DimaTorzok